Привет, я Катя и все называют меня керамист, но мне не нравится так называться. У меня есть просто свое классное дело и это весна. Весна это мой небольшой бренд. Я хотела сделать просто что-то уникальное, что вообще не бывало у нас в России и мне захотелось просто соединить функциональное назначение предмета и искусство. И так родилась эта идея с лампой. Основание лампы это скульптура и дальше это просто лампа, которая светит. Пять лет назад мы путешествовали по Италии и мы заехали в музей Тонино Гуэра. Это такой классный итальянский дедушка, который дружил с Тарковским, писал его сценарии. Я осталась в очень сильном впечатлении от того, как один человек может через любую деятельность транслировать вот этот фонтан просто жизни. И в этом музее было очень много керамики, помимо всего прочего. Наверное, тогда первый раз я задумалась о том, чтобы что-то делать из керамики. И вернулась в Питер. И потом, просто через полгода керамика меня сама нашла. Я работаю в одной из самых древних техник. В общем, по сути, ты просто берешь глину и лепишь из этого куска любую форму. И вообще-то уникальность моей методы в том, что мы с глиной заодно. Она как бы мне подсказывает, что, возможно, это звучит крайне странно, но глина, это как, ну, по сути, это грязь или... Ну, окей, это не грязь, это земля. И она хочет себя проявить в определенной форме. Я ей помогаю в этом. На одну лампу может уходить месяц, но иногда и меньше. Потому что у меня нет никаких эскизов. Эта работа, она немножко растянута во времени, потому что ты делаешь сначала одну форму, потом... Я может пройти несколько дней, я понимаю, что я вообще сделала не то. И ты начинаешь эту форму менять. Я могу походить несколько дней и понять, что я эту форму совершенно не туда повела. И, не знаю, там, сама глина реально начинает подсказывать, что, эй, подруга, ты вообще немножко делаешь не то. Когда через предмет ты проявляешь какое-то состояние, в моем случае, это все-таки внимание на состояние удовольствия и любви. Но любви в том понимании, когда ты такой весь любознательный, тебе интересно. И каждый раз этот процесс ты проживаешь по-новому, потому что ты абсолютно не знаешь, как это дело повернется. У тебя нет никакого плана. У тебя есть, не знаю, если это сравнить с фотографией, это какая-то супер размытая фотография, где ты немного понимаешь образ того, что должно получиться. Но это настолько какой-то процесс игры. И вот в этом суть вообще того, что я... Почему я это делаю? Это просто игра. И вот это самое классное и ради чего вообще это все. И это состояние дальше передается людям, которые кайфуют, с удовольствием взаимодействуют с этими предметами. Я транслирую через свое творчество, что возможно получать удовольствие от процесса. И самое важное это ваше состояние и можно быть гениальным дворником или кем угодно. Ты сам выбираешь и главное то, в каком ты состоянии делаешь. Если ты делаешь это состояние удовольствия, то ты все приумножаешь.